и снова здравствуйте мой сегодняшний спонсор forester неправильно рассказал нужно сказать ваш спонсор forester в лице меня дарит вам три вот таких сковородки сковородки с дырочками они специально созданы для того чтобы готовить еду на мангале это хит продаж и я вас уверяю вы не пожалеете потому что такой подарок достанется вам а мне придется лишь упрашивать forester говорить а можно мне тоже такой чем мы ребятам то подарили три сковородка мне для того чтобы получить подарок нужно оставить коммент если вы не подписаны подпишитесь и самое главное сделайте репост этого рецепта этого ролика в котором будет не один рецепт от целых два в общем что я веду себя как телеведущий подарки раздал пора приниматься за приготовление значит два блюда у нас вот что вообще будет происходить сегодня у меня стоит термогриль forester состоящий из двух частей на этой открытой части гриля у меня стоит садж чугунный прокаленный готовы к тому чтобы принять на себя груз ответственности за курицу эта сторона у нас с закрывашкой здесь я буду готовить свинные ребра закрывашка да вы знаете крышка создает равномерное прожаривание ну или ускоряет его или еще назовите как-нибудь я знаю вы подберете нужное слово тепло идет наверх и жарит не только снизу да как обычный мангал но еще и сверху вы можете открыть его и готовить здесь не закрывая и здесь не закрывая если вы хотите готовить много шлыков но на садже я буду готовить курицу значит а вот мариновать я буду свинью но не целиком а только лишь ее ребра вот смотрите какая тема ребрышки я сегодня выбирал на рынке мясные такие знаете жира совсем немного вот тут можно увидеть на срезе видите жирка совсем чуть-чуть мяса много ребрышки маленькие вот ребро вот отсюда досюда как мой палец маленький поросенок но с толстыми бачками так что я делаю смотрите беру мне я вот хочу просто попробовать как под крышкой жарится крупные куски давайте нарежем по два ребра прям вот такие шашлык по-карски назовем его обязательно осколочки если вдруг чего убирайте щупайте руками так крупные куски во первых это упрощает нам процессы крупные куски во вторых экспериментируйте всегда экспериментируйте смотрите что у вас получится сочная суховатое может быть шикарная нежная может быть сверху обжаренная внутри течет сок всегда экспериментируйте старайтесь сделать вкуснее чем вы делали вчера так вот тут наверное вот тут самая толстая часть я наверное сделаю так на 3 часа по одному ребру кусочки здесь такие добрые для свинины маринад мега простой потому что во первых вы все время просите не заморачиваться во вторых ну действительно когда есть дача если у вас времени полным полно и вы начали приготовление обеда в субботу рано утром и планируете закончить его в воскресенье вечером ну да тогда можно что-нибудь поизощренней а если вы хотите быстро накормить домочадца в чем-то вкусным и интересным но в то же время быстро это сделать не теряя ни минуты тогда вот делайте как рассказываю я значит я даю ли всего лишь идеи да вы знаете я говорил об этом сотню раз дальше вы эту идею адаптируйте под себя но минимум ингредиентов я думаю вашем холодильнике найдется свинина обязательно лук обязательно ой перчик острый перчик один стручок давайте сюда его сюда его пусть свининка будет пикантная чего нам еще не хватает для для жизни для счастья приправа для шашлыка с ямайским перцем и кориандром ямайский перец смысле если вдруг вы не слышали о такой штуке это это душистый перец круглый круг такой огромный кориандр шариками приправы форестер содержит соль поэтому будьте аккуратны ведь у меня сегодня полный комплект полный боекомплект гриль форестер приправа форестер фартука тут форестер юху реклама есть реклама вы сами понимаете что так и должно быть далее еще важная часть маринада которую ни в коем случае нельзя упускать у меня есть зелень которая нужна для всего для каждого блюда дачной кухни или грильной кухни отрежьте стебли вот смотрите стебли вы отрезали потом их пошинкуйте петрушка укроп кинза любые какие у вас есть под рукой если вы уже вернее если вы посадили в прошлом году например у себя на участке тимьян и он уже взошел ну вам повезло больше чем мне добавьте травки с огорода что же я торможу давайте пока маринуется у меня уже за это время часть курицы поджарится здесь у меня окорочка только без кости я не стал ничего вырезать отсюда там есть маленькая косточка внутри ничего страшного как я уже сказал никто от этого не умирал только стоматолог порадуется так же тема классная вот вы знаете просто сковородку но как-то неинтересно потому что когда-то давным-давно придумали вот такую штуку кто-то говорит что в азии кто-то говорит на ближнем востоке но это прикольная тема я такой в индии встречал только без ручек они лепешки на этом пекут все тщательно перемешиваем но в смысле не все а свинину с луком значит кто-то любит добавлять в свинину уксус я тоже люблю но только я сегодня уксус оставил дома я его достал когда поехал на дачу поставил на стол и там он до сих пор стоит наверняка если мало соли добавляйте я уверен что ее мало значит кто-то любит добавлять минералку добавляйте минералку кто-то любит добавлять свинине белое вино добавляйте я люблю лук побольше лука оставляю мариноваться минут на 15 пока буду заниматься курицей смотрим что у нас происходит с окорочками которые прекрасно себе чувствуют и жарятся на саджи этот мангальчик немножко под наклоном стоит масло слегка стекает в эту сторону но не вижу в этом никакой проблемы потому что ландшафт сами понимаете штука тонкая так теперь мне нужен лук режу крупно пока что оставляю здесь а вот картофанчик я режу помельче значит чтобы не мурыжиться там с дольками все режем круглешочками так он прекрасно прожарится а если даже и поломается ничего страшного это же домашняя дачная кухня которую мы готовим на огне а на огне чтобы вы не приготовили всегда вкусно так и еще одну картошечку теперь картофанчик складываем вот сюда и не забываем что с этой стороны тоже нужна картошечка следом за картошкой я перемешиваю курицу лук лук у нас идет тоже в начале на край для того чтобы обжарился ну при жарился вот уголечки сюда сюда уголечки сюда сюда здесь у нас жар прекрасный здесь тоже вроде процессы все идут осталось только добавить болгарский перец смотрите я тут особо то резать нечего перец небольшого размера главное убрать зеленые вот эти вот плодоножки значит сам перчик можно порезать тут вот на 3-4 части попки пополам попки на две половинки класс картофан жарится курица жарится крупными кусками окорочка самое вкусное да еще косточки нету представляете вообще делать ничего не надо просто в рот закладывать деснами жуй так лучок тут местами обжарился поэтому я его ближе к серединке несколько зубчиков чеснока порежьте крупными кусочками ну что-то провалится провалится не провалится так и ладно так засыпаю чесночком сверху потом перемешивать потом перемешивать буду там все это попадет туда сюда 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 туда приправу открываем приправа с солью кыш кыш комар а по в блюдо упал так посыпаем все это приправкой чили перчик вот на три части там давайте сюда бросим почти все у нас тут значит обжарилась не до готовности я имею ввиду да а ну все вкус уже пошел теперь нужно все сложить в кучку максимально плотно друг дружки чтобы это все прижалось чтобы слилось воедино запах конечно просто шикарный вот если вы никогда не готовили на саджи я вам рекомендую вы должны непременно это сделать самое ближайшее время теперь об тазиком прикрыли и пусть все у нас варится жарится и парится теперь переходим к свинине шампуры у меня с деревянными ручками очень удобные классные и суперские огромные куски только нужно единственное по размеру прикинуть чтобы не получилось так насадили много мяса а шампур не входит ну сам то шампур войдет я имею ввиду количество кусков длина ну и все крупными кусками на шампуры внутрь закрываем и на какое-то время забываем но мы не забываем про курицу которая у нас здесь об слушайте но это это просто песня главная песня о старом они старая песня о главном ну или старая песня о главном тоже так надо аккуратно смотреть что там у нас ничего не подгорало но подрумянивалась ой нравится мне эта штука конечно такой гаджет курсер кстати наш российский производитель много всего делает для гриля пикников поэтому ну а чем не поддержать российского производителя до тем это хорошая накрываем крышечкой снова окорочка у нас здесь картошечка жарится надо попробовать что у нас тут прилипло пять минут так картошка дойдет я уверен что корочка там уже полностью готова курица как правило вы сами знаете без меня что готовится гораздо быстрее чем картошка блин вкусно вот казалось бы не на открытом огне да на сковороде на на мангале ой не на мангале а на гриле так я уверен что все готово за исключением подставки подставку сюда саш 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 блин как красиво как красиво господа об это сюда чтобы не мешалась ну конечно я чувствую что картошка он прям ломается под воздействием лопатки все это перемешиваем запах просто божественный просто великолепие какое-то главное не перебарщивать ингредиентами так все сюда все самое ценное к центру вселенной потому что центр вселенной у нас садж вы без меня прекрасно знаете что многие азербайджанские рестораны и не только азербайджанские сирийские подают еду в сад же прям на стол ставят на три ноги или угли снизу или свечи для того чтобы все это подогревалась значит обязательно нужно сюда добавить зелени ну какая есть то и будем добавлять давайте быстренько не тот нож быстренько все это я покрошу давайте сделаем крупно лучок укроп кинза базилик смотрите больше может и не надо шикарный шашлык почти что по-карски вот это жрака вот это вкус на шашлык обязательно красного лучка и все настоящий вкуснейший обед для всей семьи готов приятного аппетита даже пробовать не буду да и вы знаете что пробовать у меня же слюна брызжет конечно это вкусно пишите комментарии письма шлите по ссылке я с вами пока